Привет! С вами Анаида и это канал о фигурном катании Лед Тронулся. Я очень рада снова вернуться на канал, записать для вас видео. Простите все те, кто ждали от меня анонса к финалу Гран-при. Мой переезд затянулся, но теперь я снимаю уже это видео в новой квартире, как вы видите на новом фоне, так что снова включаемся в работу. И сегодня у нас итоги горячего и фееричного финала Гран-при. Поехали! Скажу сразу, я буду говорить не обо всех, просто потому, что все эти программы мы уже видели, и если прокат на финале Гран-при не выделился ничем сверхъестественным, то я скорее предпочту не упоминать его. Под сверхъестественным я понимаю либо какой-то крупный провал, либо фееричный прокат, который заставил меня взглянуть на программу по-новому и восхититься вновь. Начну с танцев и сразу упомяну пару, которые преследуют какие-то неудачи в этом сезоне. Мэдисон Чок, Эван Бейт, представляющая Америку. Они выступали на Ростелеком Кап, где я сидела на трибунах и также была свидетелем досадной ошибки в тот раз на Твизлах, но в этот раз в финале Гран-при во время короткой программы была допущена ошибка падения партнерши. Собственно, не на каком-то техническом элементе, а, скажем так, на ровном месте. Очень обидно, досадно. Этот короткий танец очень яркий, полюбившийся, как мне кажется, зрителям не так точно. Всегда люблю и жду дорожку шагов. И в пользу Мэдисон и Эвана можно сказать, что в произвольном танце они полностью реабилитировали себя, показали ярчайший номер. Наверное, это лучший прокат их произвольной программы в этом сезоне. Может быть, эта программа не так наполнена отношениями между мужчиной и женщиной, чувствами. Может быть, можно назвать ее атлетической, но в оригинальности, интересности хореографии ей никак не откажешь. Ну и Фредди Меркури приобрел уже последние годы популярность среди танцоров в своем мире. К сожалению, последнее место после короткой программы никак не позволило им занять место на пьедестале, даже учитывая их шикарный прокат и произвольную программу. Тесса Вирча, Скотт Мойер из Канады бьют все рекорды в прямом смысле. Второй раз за этот сезон они побили рекорд в короткой программе. То есть сначала они его установили, а потом свой же и побили в финале гран-при. Вообще, меня очень радует, как судьи принимают эту пару в этом сезоне. Все мы знаем, что они вернулись. Понятно, что вернулись они не просто так, а хотят золото Олимпиады Кореи. Для меня лично удивительно, насколько легко они вновь вернули свои позиции как лидеров мировых танцев на льду. Нет, конечно же, я понимаю, что за этим стоят изнурительные тренировки. Я скорее о другом, о влиянии, ну и чего же там скрывать, в фаворитизме в этом виде спорта. Последние два сезона безоговорочными чемпионами мира были французы Габриэла Пападаки с Гиом Сизурон. И все уж было смирились с тем, что они непобедимы, что они абсолютные фавориты у судей, что их стиль влюбил в себя всех экспертов, всех зрителей, что за ними Олимпиада в Корее. И тут возвращаются Тесса и Скотт. Конечно же, они великолепные, потрясающие, техничные. Но сколько раз я слышала и читала в книгах, мемуарах о том, что в танцах на льду имеется, так скажем, очередь. Очередь за медалью. Крайне редко кому-то удается получить две золотые медали. Получил одну, уступи место следующему. И для меня удивительно, как судьи так просто задвинули своих любимчиков Габриэлу и Гиома под олимпийских чемпионов. Для меня удивительно, что канадцам не намекнули. Вы, конечно, классные, но ваше время прошло. Почему я говорю о таких неизмеряемых вещах, как фаворитизм? Почему я не говорю о технике, оценках, об объективных факторах? Ну, потому что без субъективности в фигурном катании никуда. Тем более в танцах на льду. Ведь они не просто борются друг с другом за каждый балл, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по полбальчику, по баллу, зарабатывая и выцарапывая себе победу. Нет, судьи дают канадцам мировые рекорды, показывая, что они в полнейшем в восторге от них. Видимо, сила влияния и очарование этой пары настолько велико, что им легко нарушить все негласные правила. Что же до финала гран-при, здесь Габриэла и Гиом, к сожалению, в короткой программе сами отдали свою победу. Причем я бы сказала, что Габриэла была на высоте, ничем не уступала по харизме Тесси Вирчу. Но вот борьба партнеров закончилась не в пользу Гиома. Он допустил досадные помарки, и несмотря на то, что свою произвольную программу они откатали так, как будто это были Олимпийские игры, это все равно не позволило им получить первое место, и они остановились на второй строчке. Ну а Тесса и Скотт празднуют победу. И при этом не стесняются признаваться в том, что основными их соперниками и очень сильными соперниками являются Габриэла и Гиом. Что ж, такую честность могут себе позволить только великие. Ну а пара, представляющая Россию, наш любимый Екатерина Боброва Дмитрий Соловьев, выдали два чистых проката, за исключением небольшой помарки в произвольной программе, где Дмитрия немного повело на первой поддержке. Я очень испугалась в этот момент, но, слава богу, он вистоял. Правда, уровни на этой поддержке все равно порезали. Короткую же программу они откатали просто на одном дыхании, это было захватывающе. Также вдохновенно они катались в произвольной программе, буквально вышибли слезу. Это было просто ух! Ну не знаю, за помарки на поддержке ли, но оценок, которые они получили, отказалось недостаточно, чтобы взойти на пьедестал. И, к сожалению, они остановились в шаге от него, четвертое место. Но все равно мы их поздравляем, гордимся. И я думаю, мы можем смело рассчитывать на то, что на главных стартах сезона они поборются за высокие места. Китайская пара Юджан очень понравилась мне в короткой программе. Откатали ее чисто, легко, воздушно. Особенно выброс мне запомнился. Партнерша приземлилась очень легко. Была просто какой-то невесомой. Произвольную программу, к сожалению, не удалось им откатать без ошибок. Особенно в финальной позе получился такой смешной момент. Партнерша, скажем так, устала и решила присесть. Ну и сидеть ей, видимо, очень понравилось, и она решила вообще не вставать. Канадцы Диом Эль Редфорд решили проявить альтруизм и подарить российской паре возможность завоевать главный титул на этих соревнованиях. Выброс тройного аксель в короткой программе им не удался. И несмотря на многочисленные ошибки, канадцы все-таки каким-то чудом умудрились обойти в произвольной программе китайскую пару. Своё мнение о судействе я оставлю при себе. Лучше продемонстрирую вам мнение Татьяны Анатольевны Тарасовой. Срамота. Ну что ж, а мы переходим к российским парам. Дебютанты финала гран-при Забияка Энберт очень достойно показали себя на этих соревнованиях. К сожалению, не обошлось без ошибок в короткой программе. Наталья немного смазала выезд с выброса. Произвольная же программа была выполнена более уверенно. Конечно, контент не самый сложный, но лично меня просто поразила и запала в душу вот эта поддержка. По-моему, в Натальи просыпается будущая королева парного катания. Поздравляю ребят с достойным выступлением и переходим к Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову. Мне показалось, многие сомневались в том, что они способны занять на этих соревнованиях первое место, но лично я рассчитывала именно на это и считала, что всё прекрасно они могут. Нет, конечно, если бы канадцы откатались безупречно, чисто, то всем знаем, кто бы победил. Но было у меня ощущение, что это вряд ли случится. И так оно и вышло. Канадцы дали нам шанс, и ребята этим воспользовались. Чистейшее исполнение короткой программы, которая очень и очень мне нравится. Заводная, задорная. И да, у ребят в ней появилось какое-то своё лицо. Очень мне нравится хореография, особенно вот этот момент оригинально. Ну и в этот раз груз ответственности, груз того, что они могут бороться за первое место, не помешал ребятам исполнить очень достойно свою произвольную программу. Не без ошибок, Владимир немножко накосячил на прыжках. Но два чистейших выброса, сложнейшие поддержки, во время которых меня просто захватывало дыхание. И это был первый раз, когда во время начала поддержки мне хотелось закрыть глаза, потому что мне было страшно, настолько сложные и опасные у них позиции в поддержке. Небольшой камень в огород костюмов. Я вообще планирую все костюмы сезона обсуждать в конце сезона, по прошествии сезона. Но не могу не сказать, кто это сшил. Пожалуйста, просто верните красные. И да, у нас первое место! У-ху! Это было небольшое лирическое отступление, и теперь мы переходим к женщинам. Женские соревнования я смотрела, сидя на диване. В связи с этим мне было очень удобно критиковать все незамеченные судьями недокруты Сатока и неправильные ребра Кейтлин Осмонд. И все же все девушки, все шесть выступили очень достойно. Чистейшие прокаты коротких программ. Я не знаю, как там судьи скрупулезно под микроскопом должны были это судить, чтобы выявить, кто на каком месте должен быть. С другой стороны, в принципе, мне понятна вся расстановка оцена короткой программы. Марию Соцкого, конечно же, задвинули, так как она дебютантка. И в целом, ну сколько можно, русские, имеете совесть. Родионова все еще борется со своим пубертатом, поэтому ей тоже указали место вне тройки. Ну и как я и предполагала, всеми силами будут тащить кого-нибудь не русского на пьедестал. Не сказать, что судям было очень сложно это сделать, потому что просто фееричный прокат выдала Кейтлин Осмонд. Мы уже знаем, что в этом году она просто жжет со своей короткой программой. Ну и действительно, выглядит это все просто как маленький шедевр. Невозможно придраться ни к единому жесту, но про ребра мы уже говорили. А вот Анна Погорилая дала некую слабинку. С другой стороны, можно сказать, что наоборот, это была большая победа над собой, так как перед самой программой у Анны случился какой-то затык во время представления ее зрителям. И, честно говоря, у меня тут же затрясли все поджилки, потому что я понимаю, насколько сильно такие неожиданности могут сбить с настроя на программу. И мы знаем, что Анна является обладательницей довольно подвижной психики, хотя в этом сезоне она показывала великолепное кадр. Но тут была возможность у нее снова вернуться к нестабильности. Но я хочу сказать, она победила себя, победила свою неуверенность. Была всего лишь допущена одна помарка на выезде с Риттбергера. И я считаю, это победа. Правда, в итоге, по прошествии двух дней стало понятно, что эта помарка лишила, скорее всего, ее серебра на этих соревнованиях. Но, тем не менее, она стояла на пьедестале. Поздравляем ее. Это первая ее, я так понимаю, медаль с финала Гран-при. Сатока, не допустившая ни одной ошибки в двух программах, получила серебряную медаль. Поздравляем. Да, кстати, Елена Родионова, к сожалению, упала с первого каскада в произвольной программе. В целом, как всегда в этом сезоне, мы наблюдали ее грандиозную, вдохновляющую борьбу с самой собой, которая ей в очередной раз, я считаю, удалась. Не знаю, я думаю, что все еще будет. Ну и Евгения, конечно, Евгения Медведева. Чистейший прокат короткой программы с мировым рекордом. Наконец-то поздравляем. Скажем Жене, спасибо! А вот произвольная программа заставила понервничать. Я чуть не посидела, когда она вывалилась после флипа на первом каскаде. Думаю, ну давай, Женя, теперь вытаскивай себя из этой ямы. Хотя я знаю, что команде Этери Тутберидзе, они всегда умеют это делать. Тем более, это Медведева, у нее всегда все схвачено. Ну, в общем, у меня уже нет слов, чтобы как-то в очередной раз описывать грандиозные прокаты Евгении Медведевой, потому что в этот раз ошибка заставила ее сделать три каскада во второй половине программы. Да еще в течение какой-то минуты или полторы. Ну, это просто танк. В общем, очередная победа. В произвольной программе обошлось без мирового рекорда, но о компонентах пусть поспорят фанаты юнекима. В мужском фигурном катании уже происходит нечто невообразимое. Сколько четверных прыжков они уже вставляют в одну программу, это можно сойти с ума. Я думаю, если до Олимпиады Натан Чен будет показывать более или менее стабильное катание, то он так и убедит судей в том, что он вполне себе может быть равным Юзуру Ханю. Во всяком случае, произвольную программу на этих соревнованиях он у него уже выиграл. Хотя, честно, когда я смотрю, как Ханю вытаскивает свои неудачные четверные прыжки и спасает их от падения и даже касания рукой, у меня просто нет слов. Ну и Хавьер Фернандес демонстрирует нам, что у него тоже есть такие навыки. Видимо, это отличительная черта их орсеровской команды. Из героических прокатов имеем произвольную программу Шомы Уна. Во время короткой программы он, к сожалению, травмировал себе колено. Можно было даже предположить, что он может сняться с произвольной программы. Тем не менее, он вышел и вышел еще как. Я поздравляю его с тем, что он смело заработал и вырвал себе место на пьедестале. Адам Риппен чистенько и зажигательно откатал свою не самую сложную короткую программу в произвольной программе. Я не знаю, может быть, накрыло его акклиматизацией, но что-то не пошло, не пошло и не пошло. И свою птицу с раненым крылом он катал как-то раненым. Патрик Чан мимо пьедестала. Но кого это волнует? Ведь мы смотрим его прокаты не для этого. Лично мои глаза, душа и нервы просто отдыхают во время его короткой программы под мои две самые любимые песни Битлз. Что ж, это все. Вот так прошел этот очень насыщенный финал Гран-при с множеством-множеством талантливейших спортсменов. Но как иначе, предолимпийские сезоны все уже просто мобилизовались. Продемонстрировали на этом финале все свои позыри, все свои четверные, ультра-Си. У кого-то получилось, у кого-то нет. Но в целом все это выглядит очень-очень сильно, мощно. Что будет на Олимпийских играх, я даже уже не представляю. Повторяю. Конечно, не хватало на этом финале Алены Савченко-Бруно Масо, которые снялись из-за травмы. Они также демонстрируют две очень интересные и сильные программы. Судьи их поддерживают, если вы понимаете о чем. Также очень не хватало наших российских мальчиков. Мужчин, которые тоже не лыком шиты, знаете ли. Имеют в своем арсенале множество сложных элементов. Радость для меня, о которой я уже говорила, что Михаил Каледа запрыгал в четверной. Луцква, да Луцква, да Луцква. Максима, я верю, он может все и даже больше. Жду не дождусь чемпионата России. Мы увидим всех наших самых любимых спортсменов там. Тех, кто не участвовал в финале. Юха Кавагути, Александра Смирнова, например. В общем, чемпионат России это уже отдельная тема. И ее мы будем освещать отдельно. А на сегодня все. Целую вас. Пока-пока.